Население относится с недоверием к борьбе с коррупцией. Об этом заявил новый глава антикора Ахмеджанов. По мнению политологов, тесные коррупционные связи между бизнесом и государственными чиновниками никого не удивляют. На уровне акиматов это проведение всевозможных тендеров на госзакупки товаров и услуг. Низовая коррупция, дача взяток полицейским, медработникам, учителям и так далее. Победить взяточников и вымогателей пока не удается. Одни считают, что дело в слишком мягких законах, другие сетуют на пустившие крепкие корни тройболизм. В карманах нечистых на руку казахстанских чиновников озедают годовые бюджеты целых областей. Но как же победить коррупцию? Для чиновников будут запрещены счета в иностранных банках. Кроме того, отменяется условно-досрочное освобождение по коррупционным преступлениям. Но пока закон не вступил в силу, суды вправе применять УДО по отношению к коррупционерам в случае полного возмещения ущерба. Исходя из сегодняшней практики, большинство преступников отделаются штрафами. Пусть большими, но все же штрафами. Бывает, когда чиновник попался и заплатил штраф в 30-ти кратном размере. Понятно, что это тоже наказание. Но возникает вопрос, откуда у него такие деньги? Вот все условия такие, что очень тонкая грань между разграничением управленческой ошибки и уголовным правонарушением. И одни и те же наказания, которые практически совершили управленческие ошибки. И махровых коррупционеров, которые занимаются вымогательством и взятничеством. Возможность решить какой-нибудь вопрос путем подкупа заменяют все гражданские права, предусмотренные Конституцией, говорят политологи. Волокита чиновников является основной причиной коррупции. По словам политологов, несмотря на количество арестов, определенная категория людей, имеющих отношение к коррупции, остается неприкасаемой. Более того, депутаты говорят, что борцы с коррупцией иногда занимаются провокацией, а суды потом выдают оправдательные приговоры. Эксперты говорят, что борьба с коррупцией у нас идет неправильно. Нужно не казнить и увольнять, а сокращать кормушки, уверены политологи. Например, уменьшить число различных разрешений и уведомлений для бизнеса. Население вызывает недоверие, вот вся эта борьба с коррупцией, потому что под одни жернова разные категории попадают, получают одинаковое наказание. Хотя мы видим, что есть дисбаланс в этих вопросах. По словам депутатов, в каждом товаре и каждой услуге сегодня заложена так называемая коррупционная рента, доля откатов и взяток. А это ведет к необоснованному росту цен, за которые расплачивается население, утверждают депутаты. Несмотря на активно разрабатываемые антикоррупционные законы, страна, как и прежде, один из лидеров по коррупции. Ежегодные потери в экономике из-за коррупции оцениваются в 4 миллиарда долларов, на которые можно было построить 150 школ или 300 детсадов. Боуржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42